Ну, все? Российский патриот считает, что Россия сдала Донбасс. Я ничего не могу сказать. А американские патриоты считают, что Америка сдала Донбасс? Я в таких терминах не понимаю. Донбасс – это замороженный конфликт. Хорошего выхода нет. Я знаю, что существует мнение команды Путина о том, что если бы Россия ушла с Донбасса, там началась бы резня. Это мнение, которое они высказывают на переговорах. То есть придут отмороженный правый сектор или кто-то еще из БУ и начнет репрессировать тех, кто воевал против. И тех, кто, кажется, им воевал против. И поэтому, насколько я знаю, на переговорах с Меркель на предложение уйти с Донбасса и прекратить интервенцию финансовую, военную, советниками и так далее, было отвечено именно про резню. На что, насколько я знаю, коллективный Запад, хотя это несогласованная, конечно, позиция, предложил Международное управление Донбассом? Вот войска. Косово, КФОР. На что Россия не дала ответ, насколько я знаю. То есть первый ответ – нет. То есть там нет хорошего выхода. Еще раз повторю, там огромный элемент гражданской войны. Да, там Россия помогала, но там огромный элемент гражданской войны. Там значительная часть населения, не большинство, как в Крыму, но значительная часть населения за союз с Россией и бралось за оружие. И там накопилось, как в гражданской войне, что там семьи пополам и так далее, и так далее. С двух сторон артиллерийские обстрелы гражданского населения, там много чего есть. Поэтому вот такого выхода уйти из Донбасса, и западные партнеры понимают, что есть угроза продолжения конфликта, уже там украинские спецслужбы и так далее. Нет хорошего выхода. Поэтому перед Путином дилемма-то в этом. Как сделать так, чтобы, да, он же говорит, Донбасс – это Украина, он же это говорит. Но как сделать так, чтобы защитить это население, которое в него поверило, и при этом уйти, потому что это не Россия? Большой вопрос, это большое умение. Ну да, влезли сами, но все равно выходить-то надо, каким-то из ситуации каким-то образом. Ну вот сейчас, видимо, в стадии переговоров, сейчас новый президент Франции, Макрон, который в нормандская четверка. Сейчас, вероятно, будет изменен формат, куда войдут американцы. Формат в нормандский или в Минске какой-то формат, да? Потому что, ну, понятно, что американцы могут быть гарантами. И для меня было всегда удивительно, что их там нет. Поэтому для Путина это важно. И если это будет найдено решение, санкции ослабнут, безусловно, останутся только персональные крымские санкции. И дальше все равно будем взаимодействовать.